Два раза в неделю, сразу после учебного дня в гимназии, Ангелина Сморига спешит в Щучинский дворец творчества детей и молодежи. Здесь она занимается в вокальной студии «Апрель». Руководитель объединения Светлана Алексеева уже 24 года помогает юным звездочкам раскрыть свои таланты. Я записалась сюда в прошлом году, и мне очень нравится петь. Мы готовимся к моему первому концерту в мае, где я выступлю. Моя любимая песня «Мамины глаза». В этом году вокальная студия «Апрель» отпразднует 18 лет со дня присвоения звания «Образцовый любительский коллектив Республики Беларусь». Сейчас здесь занимаются 18 девочек и два мальчика, и каждый, по словам педагога, одарен талантом. С первых лет обучения и до самого выпуска ребята из студии участвуют в различных концертах, фестивалях и конкурсах и никогда не остаются без внимания. Доказательство тому – многочисленные дипломы и награды, а все благодаря внимательному и чуткому педагогу. Самое главное в процессе – это обстановка, которая создается на занятиях, которая создается в микроколлективах. Там у нас квартеты, квинтеты, чтобы они доброжелательно к друг другу относились, чтобы педагог к ребенку доброжелательно относился, чтобы, наверное, не требовал чего-то невозможного. Для этого мы и программу подбираем по силам, по возрасту. Иногда и маленький ребенок может спеть что-то более сложное, иногда и взрослый ребенок не может спеть того, что споет маленький. А в соседнем объединении по интересам большую часть времени царит спокойная тишина. В студию моды «Гармония» приходят ребята, мечтающие стать модельерами. Малыши сначала учатся работать с материалами, отрабатывают ручные швы и создают свои первые игрушки из фетра, а ребята постарше самостоятельно работают над предметами гардероба. Каждый год студия представляет уникальную коллекцию с использованием разных декоративных элементов. Вот первое наше платье. Коллекция называется «Белорусских цветов розов золотая». Она используется в декоре соломка. Две следующие модели – колеровая стушка часу. Здесь у нас отделка в качестве ткачества. Следующий костюм – коллекция, называется «Родные узоры». В этой коллекции у нас четыре платья для взрослых девочек и два платья для маленьких. Используется здесь ручная вышивка и вышитые орнаменты. Следующая вы видите коллекцию под названием «Ноктюрн». Единицы у нас здесь семь. И эта коллекция выполнена в технике мокрого валяния. Ну и крайнее платье – там коллекция Жузефина для бала. И это платье для княгини. Щучинский дворец творчества детей и молодежи – это уникальная творческая среда. 172 объединения по интересам стали отличным досугом для двух тысяч мальчиков и девочек. Особая гордость учреждения образования – образцовые любительские коллективы. А таких здесь немало. По итогам 2022 года творческими коллективами дворца завоевано 127 побед областного, республиканского, международных уровней. На протяжении пяти последних лет наш дворец занимает лидирующие позиции в области. По итогам 2022 года Щучинский дворец творчества детей и молодежи признан лучшим учреждением дополнительного образования Гродненской области. В Щучинском дворце творчества детей и молодежи все педагоги знают, как разжечь искорку таланта в душе ребенка. И с каждым днем счастливых и уверенных ребят в этом городе становится больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова